Ну давайте начнём, потому что мы уже немножко припозднились. Кто не знает, меня зовут Ольга, я феминистка, программистка, люблю очень Нижний Новгород, и в какой-то момент всё это вылилось в такую экскурсию. Наконец-то сегодня здесь присутствует Маша, которая, можно сказать, сидейный вдохновитель этой экскурсии. Появилась вот такая вот экскурсия про женщин, которые родились в Нижнем, жили здесь, работали, творили, участвовали в революционной деятельности. И я надеюсь, что сегодня вы узнаете, даже я уверена, что вы узнаете новые имена, потому что женские имена как-то менее освещены, если говорят об истории Нижнего Новгорода, часто говорят о Горьком, о Мини-Пожарском. Но в основном о мужчинах, даже вот на 12 июня, я знаю, делали какое-то видео про известных нижегородцев, и я посмотрела, там были одни мужчины, просто вообще ни одной женщины. Вот, и сегодня я постараюсь, наверное, пролить, возможно, какой-то свет на то, почему же как бы так вот получилось, и вот рассказать, собственно, об женщинах Нижнего. И начинаем мы здесь не случайно, потому что вот это вот здание белое, ну, которое вот видно, что оно не 20 века, да, это здание Института Благородных Девиц. И я хотела бы начать рассказ с такой информации небольшой об образовании, о женском. Вот этот конкретный Институт Благородных Девиц, они вообще были открыты по всей России в середине 19 века по указанию Марии Александровны, тогда жены цесаревича, будущего Александра II. И как бы в честь нее они были названы Мариинские женские институты. И это было, ну, считалось высшим учебным заведением для женщин богатых сословий, там, для дворянок, для... Потом уже там стали и купцов, дочерей купцов сюда брать. Вот, но вообще как обстояло дело с образованием? Образование девочкам давали только в дворянских семьях, и это были в основном какие-то частные уроки, гувернанты, и в основном только могли себе это позволить, и вообще думали об этом только те семьи, у которых было достаточное количество денег. А так вообще как бы считалось, что образование женщинам не особо нужно. Вот, а уж там что говорить об образовании крестьянских дочерей, и всех низшихся слов, и об этом вообще не задумывали. И вот открываются вот эти учебные заведения, но опять же, да, я сказала, что это только для дочерей-дворянок, и назвать вообще образованием это тоже было довольно сложно, потому что им здесь в основном давали какие-то знания по литературе, какие-то рукоделия с ними учили, танцы, музыку, рисование, то есть это скорее было такое образование, чтобы сделать достойных жен для дворян, потому что она же должна вести как бы салон, принимать гостей, о чем-то с ними говорить, смузицировать, там, петь, вот. Вот такого рода было образование. И вообще в то время стандартами образования были заложены при Екатерине II, которые были такие довольно строгие, например, девочки, здесь они учились 6 лет, там с 10-12 лет отсюда брали, и все 6 лет им не разрешалось ездить домой в гофе. То есть вы понимаете, там 10-летняя девочка, да, и ее забирают из семьи, ее куда-то, значит, вот сюда селят, и она здесь живет безвылзно 6 лет. Это довольно тяжело. И не то, что даже домой их не пускали, их пытались ограничить вообще их общение с внешним миром. Они ходили в церковь, например, но только в сопровождении городового, еще нескольких там полицейских, которые их там охраняют, в церкви они сидели за загородкой, то есть даже если они выходили, их контакт с внешним миром были ограничены. Книжки цензурировались, причем цензурировались каким-то очень странным способом. Там, например, была книжка, где была строчка «Конь поднял свой хвост», а это зачеркнули и написали «Конь поднял свой нос». Это вообще какие-то странные такие вещи. Ну и в итоге кого они получали? Они получали, значит, вот этих как раз самых кисейных барышень, которые могут танцевать, музицировать, вышивать, рисовать, но при этом они там подпрыгивают на стул, когда видят мышь. Ну вот какие-то вот такие вот рафинированные барышни. То есть это никаким образом им не помогало как-то, собственно, жить без средств отца или мужа. Они не могли там никакую карьеру сделать на основании вот этого образования. Самостоятельности никакой не прибавляло. Тем не менее, это было хотя бы что-то. Вот это вот, собственно, здание, которое мы видим, оно было построено в 1858 году, и изначально школа находилась, институт находился не здесь. Он находился на улице Ильинской, в доме купца Рычкова, где сейчас находится главный корпус архитектурно-строительного института. Ну он там потом еще достроен был. И, значит, с 52-го по 58-й институт благородных девиц находился там. Потом для него на деньги Нижегородского дворянца построили вот это вот здание. Я где-то видела информацию, что здесь находился самый большой танцевальный зал в Европе. В этом здании. Да, вот как бы я видела, но сейчас он поделен на... То есть танцевальный зал, который здесь был, он сейчас поделен на аудитории. То есть там, если зайти, вот, посмотреть, там как бы видно, что этот танцевальный зал, но он уже кусочками. А в том здании вот купца Рычкова на Ильинской в 58-м открылась Мариинская женская гимназия. Вот это уже было учреждение, которое больше как-то приспосабливало женщин к какому-то труду, давало им такое более образование, которое можно было где-то применить. Там можно было учиться в 7 классов, и если ты хотела, ты могла учиться в дополнительный 8 класс, после чего держать экзамен на домашнюю учительницу. И это, в принципе, практически единственная сфера, в которой женщин вообще было разрешено иметь какую-то карьеру. Это учительницы. Все остальное для них было либо совершенно закрыто, либо можно было достигнуть только с большим трудом. И мы увидим в дальнейшем по ходу экскурсии, как обстояли дела там с медицинским образованием, на примере как раз женщин тоже из Нижнего Новгорода. Вот. А здесь я хотела рассказать про первую, про Марию Александровну Дорхову, которая была первой директрисой Института Болгородных Девиц. Очень интересная женщина родилась в 1811 году, и ее родственниками являются некоторые декабристы, поэтому она как бы вот с детства была в такой вот интеллектуальной среде. И после смерти своего мужа она была вынуждена искать средства к существованию, и она стала вот как раз воспитательницей сначала в сиротском доме в Петербурге, а потом ее назначили начальницей Иркутского Института Болгородных Девиц, и только после этого она уже приехала сюда, в Нижний Новгород. И вот она-то как раз боролась вот с этими строгими правилами для девочек, которые не разрешали им домой на каникулы уезжать. Она считала, что это неправильно, что им нужно как бы видеться с семьей. Она ввела уроки гимнастики для того, чтобы развивать девочек не только, так сказать, духовно, но и физически. Вот, и есть даже такая информация, что несмотря на всю закрытие этого учреждения, она приводила сюда, например, Шевченко, который был ее другом, и он там какую-то смотрел репетицию их спектакля, у него есть какие-то об этом воспоминания. То есть, в принципе, она нарушала некоторые правила, которые она считала ненужными. Вот, и вообще у нее, она жила здесь, пока она жила здесь в Нижнем Новгороде, на ее квартире собиралась интеллигенция Нижнего Новгорода, и все декабристы, которые ехали из Сибири после ссылок, они все останавливались, бывали у нее на квартире. Она была таким вот мостиком между декабристами и вот уже теми деятелями 50-х, которые тоже думали о реформах, о том, что нужно менять. Она дружила с Муравьевым, который был бывшим декабристом и здесь был губернатором в Нижнем Новгороде. Она пересылала его речи, Пущину, и, в общем, она была вот такой вот деятельницей, аккумулирующей вокруг себя вот такую интеллигенцию Нижнего Новгорода. Но она недолго здесь жила, она умерла в 1863 году. Да, в 1854-м она стала начальницей, то есть 10 лет она всего была начальницей Института благородных девиц. Что касается выпускниц Института благородных девиц, я хотела бы рассказать о Екатерине Вячеславне Балабановой. Она родилась в Нижегородской губернии, и она была, поскольку она была из варанской семьи, после получения образования Института благородных девиц, она уехала учиться во Францию, в Германию. То есть я, конечно, говорю, что она выпускница Института благородных девиц, но я думаю, что основное это, конечно, образование она получала в Европе. И сфера ее деятельности и изучения — это кельтские языки. Она вообще знала, по-моему, 7 языков разных, и она занималась исследованием кельтского барда III века Остиана. Ее труды о нем получили признание не только в России, но и за рубежом. Вот это вот ирландское кельтское общество, вот этого барда, наградило ее золотой медалью за ее исследование. Ну, потом она еще занималась библиотечным делом, она изучала его в Германии, и в 78-м году она училась на бестужевских курсах, которые тогда после закрытия открыли заново. Бестужевские курсы — это тоже важная веха в женском образовании. С ними там, в общем, со всем этим делом были всякие прения с государством, там они пытались это закрыть, потом открыть. В 78-м году бестужевские курсы открыли заново, она как бы училась там в первом вот этом выпуске, и она занялась после этого библиотекой бестужевских курсов. И когда она начинала это делать, там было книг где-то 2-3 шкафа, а когда она передавала уже это университет, там было 100 тысяч книг, причем это было не просто то, что она как бы собирала книги, она именно подходила к библиотековедению с научной точкой зрения. То есть вся вот эта систематизация, картотеки, вся вот эта система, она все это изучала, она написала книгу об этом библиотечном деле, которая несколько раз переиздавалась. И, собственно, она принесла библиотечное дело в Россию, по сути. И другая ее такая интересная деятельность, я вот ее называю бэкпэкером конца 19 века, потому что она не только путешествовала в молодости, пока она там училась в Франции, в Германии, она продолжала это делать, когда она уже в России работала на бестужевских курсах, на какие деньги у нее были, а несмотря на дворецкое происхождение, денег у нее было не очень много, поэтому она путешествовала там на перекладных, на каких-то телегах, с палатом где-то просто. И, в общем... Одна? Да, она, по-моему, в юности с подругой из какого-то путешествовала, а потом вот она уже чуть ли не одна. Вот. И она знала много языков, в том числе бретонский. И когда она путешествовала по Британии, она собирала вот эти устные сказания местные, по сути, и записывала их, и потом они издавались книгами. И, по сути, поскольку это устная традиция, ее вклад очень велик, потому что она их записывала прям непосредственно у носителей вот этой вот традиции. И эти книги, они даже, вот я смотрела, недавно переиздавали их, вот это легенды о старинных замках Британии, кельтские повести, то есть там несколько было книг. Вот. И в этом смысле ее вклад очень ценен. Я продугаю двигаться на следующую точку. А куда мы идем? Фрумзе. Это просто виртуальное такое место, потому что на этом месте стоял дом с табличкой, что здесь жил Короленко. Но как бы это не помешало смести этот дом. Ну, типа там Короленко еще в другом месте, жил на улице Короленко, хватит одного дома людям. Но история будет не совсем про Короленко. Вот про него почему-то довольно много известно и много говорят. А про Анинских, которые по его приглашению сюда приехали в Нижний Новгород, и у них был такой этот дуэт Короленко-Анинский, их называли Минин и Пожарский, Новый Минин и Пожарский Нижний. В общем-то про Анинское вообще очень редко я слышу, а уж про его жену вообще. Вот я как раз хотела сказать про нее. Ее зовут Александра Никитична Анинская. Она родилась в 1840 году, и она была детской писательницей и переводчицей. И ее книжки в конце XIX века были практически в любой детской библиотеке. Она, ее девочка фамилия Ткачева, ее брат был народовольцем Ткачевым, и она училась в частном пансионе, и как бы, как я уже говорила, единственная, по сути, тогда возможность работать для нее была, это работать домашней учительницей, и она сначала работала там в воскресных школах, потом стала уже частной учительницей, и ее тогда позвали к ее двоюродному брату Иннокентию Анинскому, которого вы, наверное, знаете как поэта, его проходит, по-моему, в школе даже. Вот он был ее двоюродным братом, а его старший брат Николай Федорович Анинский стал ее мужем. В 1880 году, когда Николая Федорович Анинского арестовали и отправили в ссылку, ей на тот момент было уже 40 лет, она была довольно известной детской писательницей, она отправляется за ним в ссылку, как бы вообще без колебаний, и после ссылки уже в 1887 году по приглашению Краскароленко они переезжают в Нижний Новгород. И здесь для нее опять наступает такой, как бы, спокойный период, и она в это время, пребывая в Нижний Новгород, запишет очень много, очень такое плодотворное время. Сфера ее интересов в детских книгах она писала собственные повести, где она уделяла много внимания нравственному, духовному развитию детей, пыталась им, как бы, рассказать, какие-то, показать идеалы, доброты, душевности, и ее интересным, ее приемом было то, что она ставила героев не в разные положения, а в одинаковое положение, в одинаковую ситуацию, и показывала, как в одинаковой ситуации развивается характер одного ребенка и другого. И на этом можно было увидеть разницу. Плюс она занималась переводами и писала книги из серии «Жизнь замечательных людей», где она также пыталась, как бы, через описание жизни путешественников, писателей, ученых, показать детям какой-то пример, вдохновить их. Она написала книги о Франклине, Фарадее, Вашингтоне, Рабле, Гоголе, Бальзаке, Жорж Санд, и переводила она «Маленького оборвуша», «Приключения Фина», «Хижины дяди Тома» и «Робинзона Круза». И есть такая информация, что «Робинзона Круза» она переводила не совсем дословно. У нее там, например, «Пятница» был больше другом «Робинзона Круза». Она хотела, как бы, ну, вот, я сказала, что вот так вот правильно показать, да. И, возможно, что вот перевод, который вы читали в детстве, потому что я потому что говорю, что вроде бы у них были вот переводы именно Анинской. Вот ее сборники повестей недавно переиздавались в 90-е. Давайте пойдем дальше. А этот дом, вот на нем там висит табличка, что здесь был Ленин в семье Голубцовых. И сейчас я расскажу, значит, как так получилось. Вообще, сейчас я буду рассказывать про Сетерневзоровых. Наверное, все знают, что у нас есть улица Сетерневзоровых. Вот. И это вот как бы другая такая история. Это вот революционерки. С развитием вообще революционного движения она нам подарила несколько известных имен, вот в том числе сестры Невзоровы. И их было известно, как бы, как революционерки. Три сестры, а вот Голубцова, это как раз Ольга Голубцова, их четвертая сестра, которая революционным движением не занималась. Она жила здесь с мужем, поскольку за сестрами Невзоровыми в тот момент, в 1900 году, когда сюда приезжал Ленин, за ними был установлен полицейский надзор, а сестра уехала как раз с мужем к родственникам мужа, и они знают, что за этой квартирой не следят, поэтому они Ленин привели сюда. Вроде как, тут его точно не найдут. А так-то они жили, вот где, вы знаете, наверное, музей Межгородской интеллигенции, до этого это был музей Красотер Невзоровых, улица Горкова, 137, кажется. Как я уже сказала, было три сестры, Софья, Зинаида и Августа, и они родились в семье учителя Нижегородской гимназии, и так получилось, что все они связаны с революционным движением, и в основном вот у Софьи и Зинаиды они присоединились к союзу борьбы в Санкт-Петербурге, когда учились на Бестужевских курсах. И там они участвовали в различных революционных деятельностях, подготовках плакатов, революционных, да, печати, это же все преследовалось под дохранение там. Вот, и в 1886 году они были расположены и сосланы сюда, вот, в Нижний поднадзор полиции, что называлось. Поэтому, как бы, в тот дом Ленина нельзя было, ведь кто-то за ним следили. Софья и Зинаиды занимались революционной деятельностью и умерли уже во время Второй мировой, довольно долго прожили. А вот Августа Павловна, у нее немножко другая история. Она сначала работала в учительнице в Владимире, потом она поехала тоже в Петербург в 1900-м, как раз, когда она поехала в Петербург на зубоврачебные курсы. Но там она, собственно, ну, она еще и в Владимире там собирала у себя всякую революционно-строенную молодежь, а в Санкт-Петербурге уже занялась этим более развернутой. И в 1904-м году уже в Нижнем Новгороде она вошла в состав РСДРП. И здесь, поскольку у нее было зубоврачебное образование, она здесь открыла зубоврачебный кабинет, который, на самом деле, являлся явочным местом. То есть, вот видим пациент, туда проходили революционеры, вот, и таким образом там что-то передавалось, там, знаете, какие-то писем, газеты, листовки, вот такое прикрытие. И после революции она работала в Наркомздраве и умерла она в 1926-м году. Вот. А что касается вот их четвертой сестры, Ольги Голубцовой, я хотела рассказать про ее дочь, которая, как бы, тоже продолжает вот эту вот династию выдающихся женщин в семье Невзоровых. Ее зовут Валерия Алексеевна Голубцова, она родилась в 1901 году здесь, в Нижнем Новгороде, здесь она училась, и потом уехала, закончились библиотечные курсы, и уехала в 1922-м году на Туркменистанский фронт, там она была как-нибудь фронт библиотекарь, то есть на фронте там была какая-то видимо передвижная библиотека, и там она знакомилась со Смоленковым, который впоследствии стал очень видным политическим деятелем, по сути одним из главных помощников Сталина. У них с Смоленковым интересно такие были отношения, они вроде как состояли в браке, но фамилию она не меняла, и регистрации официальной у них никогда не было, и они приезжают после того, как они там встретились, они приезжают в Москву и учатся в университете по очереди, потому что невозможно было как бы учиться и работать, нужно было на что-то жить, поэтому сначала там он учится, потом она, и она заканчивает Московский энергетический институт, и остается там дальше преподавать, и становится ректором МИИ, в 1942 году, что вообще до того времени женщиной стать ректором это довольно исключительная ситуация, конечно, многие говорят, что это все потому, что она была женой Милинковой, но вообще она в военное, в поствоенное время она считала самой влиятельной женщиной Москвы, она получала для своего института вообще все что угодно, прописки для преподавателей, конфискованное у немцев оборудование, в ходе того, что даже ходит такая байка, что трамвайную линию провели как бы близко к корпусам МИИ, по ее заказу, так сказать, вот, но как бы после размечания культа Сталина Маленкову тоже досталось, его решили всех регалий и сослали в пусть Каменогорск кажется, и в общем вот она поехала за ним, а мы идем дальше. Я хочу рассказать про Марию Тихоновну Грехову, и как раз здесь видно, что она имеет звание почетного гражданина Нижнего Новгорода, потому что звание почетной гражданки у нас нет. Вот. Родилась она в 1902 году близ Варшавы, и ее отец был инженером-путельцем и личным дворянином. Потом она переехала в Москву, училась там в МГУ, закончила там аспирантуру, преподавала, и в 1932 году они с мужем, который известный тоже ученый-физик Гапонов, они решают переехать в Нижний Новгород. И такой забавный факт, что собираются не приезжать в Нижний Новгород, а приезжают они в Горький, потому что как раз в 1932 году его переименовывают. Вот. И здесь она одновременно работает и в Горьковском государственном университете, и в физико-техническом институте, и в Центральной военно-индустриальной лаборатории, радиолаборатории. Вот это уже показывает, что она была очень такой деятельной женщиной, причем она могла делать одновременно несколько различных вещей. И она является одной из организаторов радиофизического факультета университета имени и вот собственно НЕРФИ научно-исследовательский радиофизический институт, который располагается здесь. Собственно после того, как она его основала, она становится первым директором НЕРФИ из 1956 по 1972 год, а в 1972 году ей уже 70 лет, и она уходит с этого поста не потому, что она ощущает себя старой, а потому, что чувствует, что уже молодежь дышит в затылок и нужно как-то просто уступить место. Но она не переслед заниматься научной деятельностью, она организовывает и руководит отдел по применению радиофизических методов медицины, который находится в помещении, ну, тогда находился в помещении церкви всех стреляющих радостей на улице Нехерова. Сейчас это помещение на обратной церкви, там происходит служба, находится церковь, но тогда там находилась вот эта радиолаборатория. Вот, ее сын руководитель института прикладной физики, который находится вот тут собственно за углом, да, Академия Гапонов-Грехов. И у нее есть два ордена Трудового Красного Знамени, два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции и звание почетного гражданин Нижнего Новгорода. Не написано в таком году, по-моему, в 96-м, то есть уже после развала Советского Союза. Вот. И вот этот барельеф здесь установлен, мне очень нравится ее портрет, потому что у нее такое здесь доброе, улыбчивое лицо, мне кажется, передает вот ее характер, но тем не менее она была все-таки довольно строгой, вот что касалось каких-то организаторских вещей научных, например, у нас такая байка, мой дедушка, он работал в Салюте, который одно время находился здесь же, где и Нерфи, и когда было там 1 мая всякие вот эти субботы, нужно было убираться, вот, и все там что-то протирали-вытирали, а она приходила, ходила, смотрела, потом такая раз, и со шкафа пальцем проверяла, есть там пыль или нет, но все об этом знали, что она так делает, поэтому приходилось вытирать все шкафы сверху, вот, вот такие вот истории, ну да, вот, и как раз мы сейчас разговаривали о том, что нету вот ее именем не названо, хотя я не знаю, почему Нерфи нельзя вот назвать именем Марии Тихтоновны, по-моему, было бы вообще довольно закономерно, и вот умерла на возрасте 93-х лет в 1995-м году, довольно долгую жизнь прожила, вот, идемте дальше, к Пескуново, короче, туда, 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 здесь, здесь мы почему остановились, потому что я хочу рассказать про театр, почему здесь, потому что вот где-то вот здесь вот на углу улицы Большой Печорской Пескунова находился первый в Нижнем Новгороде театр, крепостной театр князя Николая Григорьевича Шаховского, и это была, собственно, стать актрисой тоже была одна из вариантов для женщин, но тут не нужно было, там им давали образование, но это, видимо, считалось не настолько, как бы, серьезным, что ли, потому что там никаких, а, ну, плюс, женщины всегда были нужны, поэтому для них никаких крепостей там не было для получения театрального образования, ну, и изначально, конечно, театр, он был крепостной, там особо никого даже не спрашивали, назначались актрисы, и все, вот, и немножко про историю театра, изначально здание находилось здесь, ну, вот, где-то, где сейчас находится вот этот большой корпус речного училища, потом оно сгорело, и для театра стали снимать здание, на месте которого сейчас находится дворец труда на большой покров, вот, это здание было построено купцом бугровым, и они довольно долго снимали, но потом уже внук того бугрового, который построил это здание, ему это перестало нравиться, потому что они же были старообрядцами, а это как бы, ну, театр для них это такое небогоугодное дело, и он вот был готов на все, чтобы там театр не находился, вплоть до того, что он просто дал много денег, чтобы построить новое здание театра, и построили, собственно, здание, то, в котором сейчас находится драматический театр на большой покровке, плюс еще, это же строили к всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года, то есть им все равно это нужно было, но там расклад такой-то, что бугров дал там 200, вот я уж не знаю, тысяч, что ли, павлей, а город дал 50, ну, то есть, так четверть от того, что дал бугров. В связи с театром я хотела рассказать про нескольких выдающихся актрис, которые родом из Нижнего Новгорода. В первую очередь, это, конечно, Любовь Павловна Никулина Косицкая, которая родилась в 1829 году в семье крепостного крестьянина, который потратил все свои сбережения на то, чтобы выкупиться из крепостного права, и поэтому ему пришлось вот, собственно, свою дочь Любу отдать в услужение в Купчихе Долгановой, да, за, собственно, за еду, как бы по сути. Вот, а в то время у них было, почему-то считалось модным водить с собой слуг в театр. И вот этот Купчиха Долганова берет с собой Любу, которой тогда 12 лет, даже есть вот название пьесы «Красное покрывало». И настолько она проникает вот этим вот театром, этой атмосферой, что она хочет стать актрисой. И ее родные, которые как бы крестьяне, они от этого не в восторге. Видимо, престиж все-таки профессии был не очень высокий. Они говорят, окей, ты можешь стать актрисой, но только ты будешь жить от нас отдельно. С нами как бы никакие актрисы жить не будут. Вот. И она там живет, там как специальное общежитие для актеров при вот Нижегородском театре. Она сначала играет здесь, в Нижнем. Причем, интересно, что тогда не было разделения на там драматических, оперных актрис. Она играла и в спектаклях, и в операх. После того, как она некоторое время играет здесь, в Нижнем, она и ездит в Ярославль, в Рыбинск с труппой. Она в 46-м году поступает в императорскую театральную школу. И там уже, кстати, отточив свои природные навыки, она уже выступает в малом театре и имеет очень большой успех. В 50-х она первой исполняет роль Катерины в пьесе Островского Гроза. Вообще, по воспоминаниям современников, ей очень хорошо удавались женские какие-то сложные драматические роли, из-за того, что она была крепостной по рождению, из-за того, что она как бы это все знала на себе. Умирает она в 1868-м году, но таким вот необычным образом она как бы передает эстафету великих нижегородских актрис, когда в 1862-м году она приезжает сюда на гастроли, именно как раз с фьесой Островского Гроза. Ее здесь видит Полина Стрепетова, которой на тот момент, тоже 12 как раз лет, кстати, она в 1850-м году родила, которая не просто хочет стать актрисой, она считает, что именно она должна сыграть Катерину, что это такая рождь для нее. У нее вообще интересная судьба, ее подкинули младенцем в семью театрального парикмахера, и поэтому никто вообще не знает, каково ее настоящее происхождение, но в этой семье ее приняли как родную, воспитывали, значит, ее приемный отец был парикмахером, а мать играла в театре, я так понимаю, на каких-то степенных ролях. И когда она сказала, что она тоже хочет играть в театре, конечно, родители были не в восторге, потому что они прекрасно понимают, что такое театр, и не хотели для нее вот такой судьбы, но она была очень твердо настроена, непременно вот она хотела стать, и да не просто вот еще сыграть Екатерину. И она играет сначала тоже в Нижнем, ездит очень много по различным городам, Рыбинск, Ярославль, Симбирск, Самара, и она становится известной, несмотря на то, что она не играет, не состоит в труппе никакого столичного театра, она становится очень известной именно вот по вот этим вот гастролям. И она много играла в пьесах Островского, она сыграла собственно Екатерину, как исполнила свою мечту, и в многих других его пьесах она играла, и даже сложилась такая ситуация, что публика ее очень любила, а театр в Санкт-Петербурге в Императорске ее брать не хотели. Вот до того, что в газетах писали как же так, как может такое быть, что вот здесь публика просто ревет от восторга на ее спектаклях, а в театр ее не берут. Когда в итоге она вступила уже в пьесу Императорского театра, ее там очень плохо восприняли, потому что там была своя какая-то прима, и ее там вообще не любили, она очень аскетично одевалась, ее называли вот как-то народницей, там. Это был прямо вот прессинг очень большой для нее, и ей там не особо давали роли даже, она писала Островскому, с которым она была в очень хороших отношениях, что мне здесь не дают ролей, меня здесь задвигают на дальний план, помогите мне. Островский хотел ее перевести в Малый театр, где он отвечал за репертуар, но он умер. И таким образом вот не сложилась у нее вот эта вот карьера в Императорском театре, она туда уходит. И несмотря на то, что у нее был просто огромнейший талант, и я вот читала воспоминания о спектаклях, где она играла, люди после спектакля, они просто, они рыдали, они ее выносили на руках из-за кулис, это был просто, у нее был ошеломляющий успех, и в частности тоже очень хорошо ей удавались вот женские роли каких-то вот обездоленных женщин, что она в них вообще вкладывала всю душу, вплоть до того, что после спектакля она не могла даже стоять, она падала в обморок за кулисами. И у нее не только вот в театре, у нее и в жизни была такая очень полная страстей жизнь, один из ее любовников в пылу ссоры застрелился прямо в спальне ее сыну своему она очень, поскольку как бы хотела все контролировать, она бы не разрешила жениться, и он узнал, что его возлюбленная вышла замуж, и он тоже застрелился, но это как бы уже после ее смерти он... ну да, вот у нее была такая как бы такая вот наполненная страстями жизнь не только в театре, но и за пределами, и умерла она в 1903 году, то есть было всего ей 53 года, у нее был рак, ну и плюс я думаю такая вот сложная жизнь ей тоже здоровья не добавила. Ну и если говорить еще об известных актрисах-уроженках Нижнего Новгорода, то я хотела упомянуть Людмилу Ивановну Хитяеву, которая здесь училась у нас в Нижнем Новгороде в Горковском театральном училище и играла в театре драмы, где ее заметили и взяли на роль Екатерины Ворониной. Это фильм 1957 год, здесь, который происходит в Нижнем Новгороде. И так, собственно, вот и началась ее карьера в кинематографе. Вот она тоже из Нижнего Новгорода. Пойдемте дальше. Мы бы дальше пошли вот к этому дому на углу улиц Песунова и Ульянова. Да, вот на нем висит вот такая вот табличка. Здесь в бывшем Нижегородском уездном училище учился Ванеев, но Ванеев нам как бы сейчас не интересен, а нам интересно то, что в этом зале находилось Нижегородское уездное училище. Вот этот вот дом, да, вот это у Ульянова, это Песунова. И как он выглядел? Вот, видно, да, то, что это вот этот вот дом, он сейчас надстроен еще несколькими этажами. Раньше он был вот двухэтажным, в нем в помещении уездного училища, это, собственно, мужское учебное заведение, но в нем в 1891 году была открыта первая в Нижнем Новгороде воскресная женская школа. Что такое женская школа? Это в смысле воскресная школа. Воскресная школа это специальное учебное заведение для в данном случае для женщин разных возрастов, там, от 12-ти лет и до 60-ти, по-моему, там, учились. Для тех, кто не смогли получить образование в силу каких-то причин и в силу просто недоступности и хотели получить его сейчас, даже несмотря на то, что им было там уже 30-40 лет. И здесь можно было причем получить образование бесплатно и вообще работа вот этих воскресных школ она считалась очень важной полезной общественной деятельностью и многие люди приходили туда работать а, ну, преподаватели там работали бесплатно соответственно, потому что если никто не платит денег никаких нет и это сейчас очень престижно там преподавали и учителя там из гимназии и офицеры просто кто родил за это дело народного образования собственно основали эту воскресную женскую школу две женщины Адель Петровна Кондратьева и Елизавета Рафаиловна Бер вот я хочу рассказать к сожалению нету портретов этих женщин но вот про Адель Петровну Кондратьеву можно рассказать что она была педагогом прямо вот как сказать по призванию чуть ли не не с детства да она в 1845 году в Нижегородской губернии деревня Ломакина там сейчас есть библиотека названная ее именем и она рано получилась грамоте чуть ли там не с 5-6 лет начала учить крестьянских детей то есть это прям вот она с детства знала что она хочет этим заниматься и сначала вот она там преподавала а потом они переезжают в Нижний Новгород она получает здесь свое образование изучает много языков французский немецкий английский итальянский изучать высшую математику что интересно например помогла одному из своих учеников который был математиком но не знал иностранного языка и она перевела просто его работу на французский язык таким образом ему помогла пробиться там была как раз фотография Кутайсевского приюта про который я говорила на улице Костина и площади Горка вон находился где сейчас все раздания авиационного техникума по-моему вот также Адель Петровна она в этом приюте это был приют для сирот она при нем организовала школу то есть просто как сказать приходила туда преподавала детям что-то и организовала там школу она также много писала статей про образование в русских журналах в известных общеимперских как бы вот Екатерина Рафаиловна Берг которая помогала ей с организацией воскресной школы она была женой председателя суда по-моему ну в общем какой-то обеспеченной тоже дамой она давала деньги на вот эту женскую школу то есть здесь мы видим что вообще вот такая благотворительная социальная активность в сфере именно образования она была свойственна для женщин 19 века в основном потому что у них не было особенно каких-то других способов реализовать себя а поскольку образование считалось ну важным да то они очень много сил этому уделяли и в частности у нас в Нижнем было организовано общество содействия народного образования которое организовывало библиотеки причем не только в Нижнем ногу да везде полугуберния это были и как просто библиотеки как они продавали книги а иногда просто отдавали бесплатно крестьянам если видели что у тех нет денег книг купить мы давайте пойдем дальше рассказывать я буду про Анну Дмитриевну Мусовскую которая считается первой нижегородской поэтессой почему здесь потому что дом в котором она жила в Нижнем Новгороде находился где-то где сейчас находится нижегородский универсам это была тогда улица Тихомовская Анна Дмитриевна Мусовская она родилась в 1841 году и в детстве она жила в Нижнем Новгороде затем она уехала отсюда когда вышла замуж и вернулась в 1874 году когда рассталась со своим мужем и дальше она жила здесь 40 лет и у нее в эти 40 лет это был довольно плодотворный период ее творчества она вообще писала в очень широком спектре жанров это были и стихи и басни она занималась переводами она переводила Гейна Мицкевича Бурже она переводила по просьбе кстати Островского она переводила пьесу Банвиля Косократа и его жена то есть это был перевод не просто перевод в тихах специально для театра и эта пьеса ставилась сначала в Нижегородском городском театре потом в Маунтеатре и вот мы помним что когда я рассказывала про Дорохову что она собирала у себя на квартире Нижегородская интеллигенция так вот Мысовская она она здесь живет с 1974 года то есть после смерти Дорохова и у нее тоже на квартире происходит здесь вот в этом доме собственно на Тихоновской происходят такие поэтические музыкальные вечера где на которых бывают собственно и Короленко с Анинским про которых мы говорили я вообще вот в ходе подготовки к этой экскурсии сначала все казалось таким разбросанным а потом оказалось что есть очень много связей между героинями этой экскурсии и ну понятно в принципе потому что город он не очень большой и особенно те кто вот занимается те кто считает себя там интеллигенцией они наверняка все были знакомы одна тусовка да вот и также она например помогала Горькому ставить благотворительную елку для этого она там тоже переводила пьесу поэму точнее война мышей и лягушек также она создавала либретто к операм то есть это вообще очень такой широкий разброс различных поэтических форм плюс она была можно сказать покровительницей начинающих поэтов нижегородских как раз на вот этих поэтических музыкальных вечерах которые у нее проходили можно было приходить молодым начинающим поэтам она им помогала советом даже оказывала какую-то материальную помощь она вообще считала что поэты они должны своим делом своим творчеством продвигать идеи и что это очень такая хорошая правильная деятельность всяческим образом пыталась людей на это сподвигнуть и им помочь в этом позже литературные вечера стали носить политический характер здесь собиралось много революционно настроенной молодежи студенчества в конце своей жизни она была членом нижегородской губернской учетной архивной комиссии и в рамках подготовки к 300-летию ополчения в 1912 году она хотела написать ее попросили написать поэму посвященную ополчению имени Пожарскому но к сожалению она это делать не успела и ее могил она была похоронена на Крестово-Звижевском кладбище на площади Лядова но в 50-е годы 20-го века кладбище было ликвидировано и ее могила утрачена и печально это уже участь постигла ее стихи потому что ее по-моему в начале 20-го века одно издательство пыталось напечатать в трех томах ну не томах небольших книжках ее стихи они напечатали первый ей очень не понравилось как там все было скомпоновано плохо отредактировано были опечатки и она решила что она будет заниматься этим сама или передаст это как раз губернской учетной архивной комиссии но так получилось что она это сделать при жизни не успела но они как бы все равно этим занялись стали собирать ее друзей но потом случился 1917 год и губернская архивная комиссия была расформирована и это как бы дело просто затухло и есть только вот одна книжка ее стихов которая по-моему есть в Ленинской библиотеке еще здесь я хочу рассказать про Александру Викторовну Потанину про нее можно было бы рассказывать как раз у Нижегородского женского апархиального училища который находится в так называемом дом офицеров но мы как бы туда не доходим а про нее я очень хочу рассказать Александра Викторовна Потанина она путешественница исследовательница центральной Азии и первая женщина принятая в члены русского географического общества и вот как раз на Покровке 30 там есть мемориальная доска но она вместе с табличкой здесь была Нижегородская женская партия научилища родилась она в 1843 году в Горбатове в семье Лаврского который был преподавателем священником в Нижегородской духовной семинарии и и ей как бы полагалось повод по ее рождению стать женой священник но она ей эта судьба была не мила и она по сути против воли отца уезжает в Нижний и преподает как раз в женском ипархиальном училище затем в 72 году она едет навести своего брата Константина который был в ссылке за революционную деятельность и там она знакомится с другим ссыльным Григором Николаевичем Потанином за которого она выходит замуж и вместе с ним начинает вот деятельность исследовательскую путешествие а он занимался исследованием Центральной Азии вместе с ним она совершила четыре крупных путешествия в Монголию в Маньчжурию в Китай в Азию и у нее было очень большое преимущество в том что она была женщиной почему вот люди которые жили на исследуемых ими территориях они достаточно настороженно относились к чужакам но поскольку она была женщиной она входила в контакт с местными женщинами которые к ней нормально относились и таким образом она как бы приходила в их юрты на кухне она исследовала быт то есть для женщины вот этот вот барьер чужака он был проницаем и это позволило ей собрать очень большое количество сведений о бытии и жизни народов а поскольку она обладала очень хорошим вниманием памятью она умела рисовать хорошо это все ей помогло создать очень детальное жизнеописание вот этих народов и вот ее книга буряты за нее как раз это довольно такой большой научный труд она как раз была достойна большой золотой медали русского географического общества и она стала первой женщиной избранной членом русского географического общества вообще в этих экспедициях которые они ездили условия были довольно сложные в частности описывается что иногда у них заканчивалась провизия и им приходилось питаться зерном которое они выкапывали из мышиных нор то есть в ходе того что у них вообще все окончалось вот да ей было 50 лет когда она отправилась в последнюю экспедицию причем врачи говорили что ей не стоит этого делать что у нее больное сердце но она несмотря на запреты все равно отправилась и там она заболела очень тяжело по-моему болезнями и умерла на территории Китая ее муж пытался он прервал экспедицию он пытался ее по воде сплавить в ближайший крупный город но поскольку это там было довольно такое глухое место она не дожила до того момента когда они куда-то там приплыли в горах монгольского Алтая есть ледник названный в ее честь Александрин на Венере есть кратер Потанина названный в ее честь а в Иркутске откуда они совершали свои экспедиции люди собирали деньги на ее похороны и так получилось что у них осталось какое-то количество собранных денег и на эти деньги они решили учредить библиотеку и назвать ее ее именем после революции что интересно библиотека перименовали она стала именем Ленина но потом уже в 90-х каком-то ей вернули обратно вот все равно называется имена Александра Викторовна Потаниной давайте пойдем дальше Мальчик Маленьки Мальчик изображен в Мальчик Мальчик Маленьiked эта улица вообще сейчас на картах везде называется улица академика бухиной но вот там например висит до сих пор табличка что-то улица загорского так такое вот ну и конечно дорого лица на еще имел другой название вообще-то не помню какой вот я хочу рассказать собственно про женщину через который названа эта улица это блохина ирина николаевна которая занималась медициной она была академиком российской академии медицинских наук заведующий кафедрой и господин государственного университета и директором господин эпидемиологии и микробиологии который сейчас носит ее имя родилась она здесь в нижнем новгороде 1921 году в семье земского врача у них вообще такая как бы медицинская династия у нее старший брат известный хирург и вот она собственно видимо под влиянием семьи решил тоже заняться медициной и поступил в тридцать восьмом году в городский медицинский институт в сорок первом году когда началась война она чувствует что хочет быть как-то полезной она приходит вместе с еще с группой девушек она приходит к проектору и просит их направить на какой-то какую-то работу а они на тот момент всего два курса получаются проектор им говорит вы ничего не знаете мы вас никуда не отправим но как же мы два года учились что же вы нас ничем не научились стали вот и в общем он все таки ему разрешает работать она в частности но работать в госпиталях больницах а потом довольно долго она работает в на станции переливания крови и здесь горком очень много крови заготавливалась для фронтов после окончания войны и она заканчивается свое обучение и начинает работать вот вне эпидемиологии микробиологии защищает ампендарскую диссертацию и в 55 году она была назначена директором института и она несла довольно большие изменения в его работу она была сторонницей новых вот методов потому что на тот момент когда стала директором там все считали что питательную там среду в которой что развивается я можно просто на животе носить и нагревать что тебе не нужны никакие специальные специальные оборудование там ничего все вот как сделать на коленке и вообще она была очень такая пробивная женщина она вот на собраниях говорил что вот мне нужно там оборудование для того чтобы вот это все развивать и что это же но тут 50-е годы все на таком как бы уровне простого для того чтобы заниматься именно микробиологии нужно специальные аппараты нужны люди инженеры техники вот она все пыталась выбивать а я говорили что то вы больно много хотите мы сейчас вообще вас снимем с должности как бы такая но у меня муж профессор он меня прокормит пожалуйста снимайте просто она такая вот была очень женщина не 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 непреклонная и в общем-то в итоге она добилась всего что она хотела вот именно института и подняла его на очень высокий уровень развития также намного занималась общественной деятельностью она была председателем комиссии верховного совета ссср по здравоохранению социальному обеспечению и входил в состав комитет советских женщин и она также является почетной гражданкой нижнего новгорода и в нашем нашем медицинской академии есть стипендии ее имени а дальше мы бы пошли на улицу в воровского вот к этому дому воровского володарского володарского 57 вот нет это ну в нас не на нем есть табличка но это табличка про то что здесь был ленин опять у сестер рукавишниковых на этот раз вот но это дома нам интересны не этим а тем что здесь жила и не вела практику первая российская женщина врач надежда парковна сусова это просто выдающийся женщин которая очень много сделала именно вот для как бы дала такого толчок для развития женского именно высшего образования она родилась 1843 году и получила хорошее домашнее образование но хотела чего-то большего и вот она хотела в какой-то момент она решила что она хочет заниматься медициной они жили на тот момент в Санкт-Петербурге и там можно было получить медицинское образование только в военной медицинской академии а ну понимаете сами да военная академия там только мужчины вообще так строгое заведение она ходит туда как вольно слушательница там два по-моему года на лекции в том числе боткина и сечного который кстати тоже из нижегородской области а через два года руководство военной медицинской академии спохватилась и решила запретить женщинам да хотите причем не просто слушать лекции они запретили им вообще просто вообще появляться вот я не знаю почему они два года кстати думали не сразу это запретили вот но она хочет продолжать образование она очень целеустремленная и вот по совету Боткина она отправляется в Цюрих Цюрих это Швейцария там запрета на женское образование нет потому что никому просто в голову не приходится женщина вообще захочет получать высшее образование у них такая как бы ну они же католики там ну в общем у них там это все настолько настолько у них там общество такое традиционное что им в голову не приходит и когда туда приезжает Сусова она приходит значит в ректорах спрашивает можно я буду вольнослушательницей и они такие ну ладно как бы окей то есть у нас запрета официального нету да они решают там учиться и она в 67 году она заканчивает вот эту Цюрихскую медицинскую академию защищает там кандидатскую работу по лимфе с огромный это происходит с таким огромным стечением народу с очень большим как бы с такой вот помпой потому что это первая женщина которая защищает кандидатскую работу и становится вот врачом вообще то есть в мире там очень большое течение народу это везде пишут об этом в газетах вот и вслед за ней в Цюрих отправляется очень много русских женщин получать высшее образование 95 процентов всех студенток Цюрихского университета в начале 70-х годов составляют русские женщины причем и многим приходится выходить фиктивно замуж потому что фактически ты не могла как бы перемещаться без разрешения мужчины но я думаю это не вот так вот буквально было да но тем не менее то есть либо если твои родители тебе не разрешали туда уезжать то тебе приходится фактически выходить замуж чтобы за тебя теперь уже решал твой муж надежда про кофе на 67 защищается там потом она приезжает в россии потому что она все-таки хочет работать в россии а там ей говорят что ей нужно защищаться повторно то есть они не принимают как вот этого диплом она защищается повторно боткин и и сеченов с огромным просто уважением относится к ее работе это очень хорошая работа я читала что она чуть ли не потеряла актуальность до сих пор считается такой работой в медицине но дело в том что ей разрешили вести практику быть практикующим врачом но не разрешили заниматься наукой она приезжает в нижний новгород живет как раз вот в этом вот доме на тот момент живет ее отец вот это ее портрет там висит табличка на этом доме что здесь принимает врач надежда сусова и там если вы знаете напротив же на улице владарского находится первый роддом вот там она ведет практику потому что она становится врачом гинеколог вот а в конце уже своей жизни она покидает нижний новгород и живет в а уж типа мама в крыму и вот там вот в крыму ей такой вот памятник поставили по моему в 70-е потому что там она тоже вела врачебную практику и чем это была такая еще как бы социальная деятельность насколько я понимаю а вот это вот портрет ее стрим а полинарии сусовой которую вы возможно знаете как музыку достоевского вот она считается что полина ресурсово прототип анастасии филипповны идиоте и вот в игроке есть героиня которым так зовут поля что она тоже списана полинарии сусова если вы будете что-то про нее гуглить например то очень много будет информации где ее называют мучительница достоевского и как-то вот так вот сейчас принято считать что вот она такая нехорошая там не давала жить я достоевском портил ему там жизнь вот но я вообще придерживаясь другого мнения я хотела бы вот как рассказать об их отношениях чтобы было больше понятно вообще это очень интересная женщина мне кажется что она просто родилась не совсем в то время потому что она родилась в 1943 по моему году если бы она родилась несколько позднее она бы наверняка нашла себя в революционном феминистском супражистском движении но на те годы шестидесятой да она как бы не знала куда себя реализовать потому что вот ее сестра да она сразу как бы наш на ходе заниматься медициной а полинария сусова она как не могла найти какую-то одну вот эту вот сферу плюс еще и образование нигде собственно получить нельзя было она занимается там хоть писательской деятельностью и вот вроде бы как через вот это вот она знакомиться с достоевским то есть приносит ему вроде бы рукопись на печать в его журнал и у них завязывается роман а достоевский он на тот момент уже в возрасте у него есть жена которая больная которая он не может развестись но тем не менее вот она заводит роман с полинария сусовой и дальше у них происходят такие очень какие-то сложные бурные отношения где как мне кажется они оба попортили друг другу кровь то есть вот она вроде бы хотела чтобы он развелся с женой а он говорит как же ее брошу она больная ну в общем все что мы знаем про полинария сусова это в основном воспоминания дочери достоевского которая родилась после того как он уже бросил там бегать за полинария сусовой женился на своей вот секретарши по моему помощницы то есть это вот его дочь она полинария сусова никогда не видела практически в глаза один раз по у нас не встречалась и собственно вся и вся ее информация со слов ее матери которые ее воспринимал как конкурентку ну соответственно вы понимаете как бы что она могла там написать про нее да и я думаю что этим словом не очень стоит верить а что касается самого как бы достоевского вот он ее до считается что писал в настасье филипповне и когда сама сусова читала вот этот вот роман идиот он она говорила что да он прям практически описывает вот и ее чувства то что прекрасно понимал как он ее мучает как я это сложно но при этом он как бы продолжал это делать она от него уехал в европу он поехал за ней хотя у него там даже денег не было и вот как раз вот игрок да то что все происходит где-то в италии то есть это вот по сути довольно автобиографическая вещь насколько я понимаю ну в общем в итоге вот он бросил за ней бегать и женился а она живет там у родителей в имении хотя хочет уже заниматься образовательной деятельностью хочет открыть образовательное учреждение но поскольку пока она училась в санкт-петербурге она была связана с революционным движением ей не разрешают открыть школу она находится просто в глубочайшей депрессии потому что вот вроде бы казалось она нашла да какое-то дело и тут ей вот правительство не дает этим заниматься в какой-то момент они приезжают нижний новгород живут как раз тоже в том же самом этом доме да на володарского и там она знакомится с розановым вот это тоже еще интересная такая вещь считается что розанов он такой поклонник достоевского и женился на ней потому что вот она была мусор достоевского вот и у них очень большая разница в возрасте там типа около двадцати что ли лет розанов значит студентом приходит к ним в дом а с условия на тот момент там 40 лет она все еще очень красивая женщина и как сам розанов описывает что вот она выходит вся в черном потому что она с утра у по брату значит они там сидят что-то пьют или едят она к нему наклоняется и говорит ему шепотом на ухо приходите ко мне ночью он просто за счет ну для того времени это совершенно не ни разу не стандартное поведение да особенно он еще такой молодой для него это вообще что-то невероятное и у них завязывается роман в итоге они женятся при том что сама полинар иисусом всегда выступал против брака она не хотела детей она не могла их иметь и не не хотела и не хотела замуж вот но тем не менее вот как только не получается что они вот так значит женится и она там пишет что это что же я теперь должна с ним завтракать обедать и ужинать я может быть его видеть не хочу каком-то на таком оказывается вот положение в итоге они все-таки расстаются там притом надолго еще потом ему не дает развод но он тоже он хотел получить развод так чтобы она как бы оказалась виновата то что со временем нельзя было просто пойти сказать вот мы больше не хотим вместе жить мы хотим развестись тогда это нельзя было можно было только сказать что кто-то вот из супругов изменил например да тогда вас развели но да нужно было бы кому-то брать на себя вину вот он хотел чтобы она на себя взяла как бы вину она таких своих не хотел разводить вот а он при этом значит успел еще обвенчаться второй раз то есть он по сути был двоеженец и если бы кто-то узнал его просто свали на каторгу при этом да вот тоже такая интересная вещь ну в общем а вот такая женщина которые я думаю по своим взглядам просто опередила время в которой она жила вот и в итоге в процесс своей жизни она умерла тоже примерно в 1918 по моему году тоже она жила в крыму вот не знаю чем цвет почему они обе как-то переехали а вот что касается собственно сестер рукавичниковых да про которые здесь табличка это тоже революционерки которые там в конце 19 начале 20 века вели здесь деятельность революционную в основном там подпольная какая-то печатка печать листовок там да и кстати они вместе с одной из сестер синаиды невзоровой как раз они этим занимались то есть это опять же вот такие всякие пересечения есть да кстати вчера вчера был день рождения веры фигнер вот а про фигнер интересно как бы что вот как раз улица володарского дать дом 57 для жила надежда сусова находится практически прямо рядом с улице варварска фигнер в чем здесь для меня интересно совпадение в том что фигнер вдохновлялась вот именно примером сусовой она родилась в 1852 году соответственно в 67 когда сусова становится первой женщиной врачом ей там всего 15 лет она не читает газетах она хочет тоже заниматься медициной то что ей кажется что это вот такой вот способ помочь людям и у нее не сразу как бы это получается она выходит замуж потом она уговаривает своего мужа отправиться тоже вот в швейцарию в цурих учиться она туда отправляется изучать медицину два года причем прям вот с полным погружением она все это делает но потом она понимает что это вот как бы ну не совсем то что нужно делать вот ее портреты вообще в цурхе вот складывается вот это вот такая среда то есть как я сказал туда поехал очень много женщин учиться которые в россии не могли получить образование высшее и также много тех кто не допускался к высшему образованию потому что они были связаны с каким-то революционным движением и в итоге там получается такая вот как бы кузница революционера на самом деле очень многие оттуда уезжают не до получив образование возвращаются в россию чтобы делать революцию и вот фига в частности она понимает что что это как бы то есть вот эта вот медицина она да она это помощь людям но это как бы маленькая то сейчас как она говорит это заплатка на платье которые нужно выкинуть потому что нужно менять вообще все нужно нужно сменить все тогда людям будет уже хорошо а медицина это просто так вот какая-то частная вещь и она не не доучивается она покидает сурик приезжает в россию занимается революционной деятельностью пропагандой там покушениями то есть это все до того времени ее арестовывают приговаривают к смертной казни но потом прямо в день казни заменяют это на 20 лет заключения 20 лет она просидела в одиночной камеры а за это время она вот пишет в воспоминаниях что нас минимум всякие уже настроение там совершенно упаднического до смирения до там прошла все все вот эти вот стадии и и она кстати даже там она все равно ведет как бы устраивает протесты против условий заключения там то есть она как бы что-то делает и пишется она там насколько я знаю свои воспоминания труды и самая известная вообще ее книга запечатленный труд да провод про революцию на конца 19 века освобождается она накануне революции пятого года и в которой она тоже участвует вообще она прожила умерла она в сорок втором году то есть она пережила все сталинские репрессии она видела как расстреливают вот всех революционеров которые были не не с большевиками да то есть это все прошло мимо у нее на это она ей было 90 лет когда она умерла вот и вот очень интересно именно вот эти ее труды о революции и почему в нижнем сайт назвали улицу в ее честь потому что она здесь жила тоже это вот она уже в возрасте какое-то время она жила в нижнем вот доме на на ильинке города на ильинке и ну студионный по моему еще и вот назвали то есть одно время ульца варварская была переименована в ее честь ульцы фигмер обычно мы потом идем на ой господи она пошла свободы и там я вот рассказываю про ольгу генкину потому что она тоже как бы послужила причиной почему я сделала эту экскурсию потому что мы переехали на улицу генкиной и мы не знали кто это такая нам пришлось гуглить вот аж мы раньше жили про секте гагарина все знают кто гагарин а тут мы переехали такие что за улица в честь кого она названа вот а оказалось что вот была такая ольга михайловна генкина которая была революционеркой тоже в конце 19 века но у нее такая она родилась в восемьдесят втором году погибла она в 1905 вот во время всех этих революционных действий и здесь в нижнем что она делала она вела агитационную борьбу среди агитационную работу среди рабочих потому что они же пытаются поднять вот это вот рабочие движения революционные вот часто сам назову и красный сормовый тут и ее здесь арестовать посадили в тюрьму из тюрьмы ее освободили вот но она уехала по заданию в иваново-вознесенск и там очень страшная такая вещь произошла то есть ее полиция схватила ее как бы узнали хотя он там под другим именем была они ее посадили в полицейский участок черносотенцы они каким-то образом узнали что она в полицейском участке и полиция не смогла может быть не захотела просто ее защитить и они ее убили то есть прям в полицейском участке такая вот страшная вещь но поскольку не очень хотелось бы на этом заканчивать то я еще расскажу про рождественскую это первая нижегородская женщина архитектор вы все знаете ее дома ну вот это вот сормово машиностроительную технику может не все знают а вот например кинотеатр октябрь построен по ее проекту но это дома на проспекте гагарина тоже а вот этот вот дом 29 это интересная вещь что на него был объявлен союзный конкурс пятьдесят первом году и было очень много проектов но победил именно проект рождественская потому что она поместила вот тут шла улица грузинская то есть тут были маленькие домики и нужно было как-то эту улицу грузинскую оставить и во всех практически проектах она просто проходила как она шла да она вот эту вот арку перенесла напротив крымца госбанка в частности поэтому ее проект был выбран и реализован ну и вообще это такое монументальное здание в стиле сталинского ампира там если рассматривать там есть даже самолетики я вот увидел украшениях ну и наверное я думаю что это все что я хотела рассказать я надеюсь что был интерес спасибо большое извините что так долго получилось ходили бродили везде я ну